всем ребят привет всем подписчикам канала поиска 63 рус сегодня я выехал на очередной коп у меня практически началась ломка не выезжал абсолютно никуда вообще ни с кем и вообще примерно где-то месяц может чуть побольше чему не выезжал очень было жарко температура на улице достигал до 40 градусов в тенечке на солнце вообще было пекло вчера у нас прошел небольшой дождик и сегодня просто благодать они погоды специально для нас такая погода прохладно небольшие тучки как вы видите ветерок легкий и решил я воспользоваться случаем приехал на одно местечко рядышком с домом место всем известное даже не буду его говорить кто-то по пейзажу поймет что это и где это вот здесь проходили слеты место битая перебитая а вернулся сюда почему потому что ну не знаю почему просто приехал вот здесь вот у нас вот скошное поле впереди меня здесь хлебушек собрали и я решил пройтись мы здесь по полю находки у меня были раньше здесь хорошие и монеты и крестики вот и зашел вот поближе туда и услышал знакомые до боли а звон аськи пошел на звон и встретил камрада местного который здесь все практически уже выбил выкопал что можно было уже все дымовые ямы уже практически закончил но пообщались пообщались с ним ну в конечном итоге разбежались как какой-то он немножко я не знаю ну не тот не общительный какой-то что-то трусливый такой на совместный коп как-то он больно не хотел вроде как начали там что-то шурфить и с равно разбежались уехал он минут 15 назад и я вон там он набрел на садик сливовый вкусная слива уже про готовы и спелая большая синяя слива очень вкусный наелся кое-как оттуда ушел набила себе брюшко даже обедать неохота настолько налопался что было тяжело что-то либо делать и вернулся долго я не хотел снимать это видео потому что находок у меня не молодые еще я туда ушел без камеры думаю на проверку посмотрю что там как поднял я очень-то интересный крестик вот в руках я выдержу чуть попозже покажу вам его поближе очень интересный крестик в очень хорошем таким таком состоянии эксклюзивным вот это у нас крестик штурвальчик так называемый но штурвальчик похоже как бы еще на пропеллер вот это две разновидности разный пропеллер штурвальчик но это взято как бы за одно целое очень интересный крестик у меня таких нет пополнил у меня в коллекцию и вернусь я все-таки вот туда вон в поля наверное проеду в соседнюю деревню которая находится километров пять от меня проезжал я мимо вот но не задержался там из-за того что ну не знаю при я еще раз скажу просто сюда почему-то меня потянуло вот вернусь туда же зайду я там были кусточки одним в котором я в прошлом году поднимал там серебро и думаю туда я снова забурюсь все-таки принципе погода не жарко но все равно в тенечек лучше хотя и здесь вот очень приятно было копать когда копаешь водичка чаек и руку подымаешь сливку срываешь в рот суешь вообще здорово зачетное местечко было там как раз и повсюду кирпич находится думал находки там будут но к сожалению запутать . там не особо все советское вот ну а так что возвращаюсь я назад так что вступление я сделал думаю видео у меня будет хоть что-то но я все-таки запущу ну а так смотрим смотрим и так ребята проезжая вот такое озеро по дороге вода здесь зеленая прям зеленая вода и здесь рыбачит оказывается здесь еще есть рыба он там местный рыбак возвращается и вот я что остановился то здесь единственно не единственное здесь озеро есть здесь имеется 2 здесь более-менее еще нормально туда дальше будем проезжать я вам покажу еще одно есть озеро но она пересыхает и я вот что думаю здесь вот этот озеро явно люди здесь жили но дымовых ям не знаю не видел вот на картах смотрел вики map я ну не знаю кто-то обозначил неправильно что деревня находилась по ту сторону озера вот но на самом деле деревня существует вот так вот я откуда знаю потому что эту местность я уже хорошо все прочитал все знаю дымовые ямы находится там здесь абсолютно чисто так что на вики map я обозначена неправильно и это уже не первый раз когда я сверяю свои данные и с картами есть расхождение но примерное местоположение есть так поднимается ветерок думаю камера звук будет передавать нормально тучки какие-то движется но мне они не страшны вот так вот сейчас мы проедем все еще наверно километра три до места и там остановимся из-за кошки я еще вам поснимаю остановлюсь которая пересыхающие озеро так что едем продолжаем ну а сейчас я подъехал проезжал мимо озеро один в один было такое же как и предыдущие но в связи с аномальной жарой она у нас так вот пересохла она и так пересыхала но в этом году вообще жуть рыбы здесь явно нет больше если было то она сварилась вот но озеро оно было практически аналогично и такое же как предыдущие прямо один в один раньше но сейчас вот в таком плачевном состоянии вот прям превратилась в болото в том году я проезжал в той области там вообще коровья скелеты то есть засосала и они там утопли вот так что такие здесь вот у нас просторы дикие совсем дикие ну ладно продолжаю свой путь осталось совсем чуть-чуть проезжаю сейчас вы здесь вот одно местечко здесь свое время мы тоже бродили тогда еще со своим сыном он тоже начинал копать но сейчас к сожалению может быть после того случая который произошел здесь мы как-то рассоединились вот он чуть-чуть позади меня был вот и он нарвался на кабана залез он быстро на дерево все побросал и ждал когда кабан уйдет здесь связи никакой нету то есть здесь телефон бесполезен он пытался до меня дозвониться вот но к сожалению связи никакой мы я в конечном итоге отыскал то есть мы предварительно договорились где встречаться если что вот и с тех пор когда езжу на коп с кем-либо ну и на всякий случай я всегда беру с собой радиостанции потому что где мы копаем не всегда присутствует телефонная связь а между собой общение необходимо вот даже таких вот случаев продолжая сдвигаться вот осталось совсем чуть-чуть до нашего места зачетного вот пока у меня как вы видите копа практически никакого нет все катаемся ищем блуждаем дрова огромная кругом пока не можем определиться чуть здесь какие-то коровы бесхозные непонятные утерянные 3 4 штучки интересно потерянные потому что здесь коровы в принципе не пасутся и чё-то как-то они затерялись ну ладно ладно продолжаем и так ребята все таки я решил зашурфиться сделал вот небольшой такой шуфик снял всего штык лопаты очень много ржавчины ржавчину я все выкидываю машина подогнал поближе потому что я наверное здесь я останусь потому что можно с керамики керамика разного рода и был у меня сигнальчик так болен а сигнальчик я потерял сигнальчик интересный было тем что он ходила в находится он в камушке вот это у нас монета но к сожалению она у нас дефектом ух ты болен она еще пробита пробита она у нас пулей судя по всему это было у нас серебряные даже серебряная монета 20 копеек жалко жалко 20 копеек серебряные и пробита пулей обидно досадно ну ладно да покажу я вам еще находку который я вроде обещал показать а самая первая находка у меня это был крестик крестик у нас вот такой вот крестик штурвальчик вообще зачетная вещица очень мне понравилось красивый с другой стороны у нас имеется вот такие вот буквы на каждом репестке встретил я здесь любителей два мужичка были и три ребенка они любители говорят только решили заняться этим у них прибор баунти hunter вот чет поковырялись поковырялись здесь какие-то бахчи дыни дыньки сейчас вот срывали женщина с мужчиной и чё-то бросили одну дыньку проходя мимо гляжу валяется ну и я под шумок и и залопал сегодняшний день у меня прям кругом там слива наелся здесь дыни на объелся вот так что вот так вот в общем не любители уехали уехали но я останусь посмотрим что у меня здесь с этого шуфа получится здесь вот три таких и дерево стоит и все эти деревья находятся в дымовых ямах вот это побольше средняя и маленькая вот я сейчас средний нахожусь и поднял там 20 копеек серебряные советики ну ладно продолжаем и так ребят пришло время обеда и как я только надумал обедать оказалось то что я не взял с собой посуду ни ложки не баклажек ничего вот питаюсь я простенько беру одноразовую лапшу и заваривать но ничего я этого не взял и сегодня я хочу попробовать сделать небольшой эксперимент так что смотрите может кому и пригодится когда окажется такой ситуации в общем беру я лапшичку обычную быстрого приготовления беру с собой кипяточек и завариваю вкусно полезно и приятно горяченькое что-то поесть но сегодня я ничего этого не взял посуда не взял ложку не взял и решил выкрутить ситуации вот таким вот обычным способом размял я лапшичку и засыпаю в бутылку можно в любую бутылочку ну я думаю 05 недостаточно будет и все это делал я залью кипяточком и когда лапшичка придет своему настою мы попробуем из этой баклажки покушать ну посмотрим как у нас это получится вот так вот у нас получилось все это на природе мы не мусорим мусор забираем с собой и все это дело заливаем кипяточком получилось у нас вот такая вот лабуда вот такая вот штука чуть попозже минут 10-15 постоит и посмотрим что из этого выйдет вы об этом увидите вы узнаете получилось у меня такой это эксперимент или нет любопытно и так ребята у меня очередная находка но находка не радует конечно предыдущая находка у меня была которая снимала 10 ой 20 копеек серебряные 1929 года я разглядел и сейчас снова выпала монета но снова она у меня с дыркой какой видите имеется я не знаю может кольцо хотели сделать разорвало и очень много здесь керамики в частности горшки я уже думаю что может быть это какая-нибудь мастерская была гончарная или что-то в этом роде горшков очень много запутки как бы живой такой нет но в основном керамика много всяких кусков в данном случае вот у меня кусочек крылышко от чего-то непонятно вот может быть от какарды или что-то в этом роде вот такой обломок крылышко поднимал еще конины обломки там различного рода колокольчики бубильчики всякой ел лабуда в общем день у меня какой-то день лабуды не просто шмурдика а вот такой вот ерунда вины а в конце видео отчет сделаю и покажу вам что у меня сегодня 1 лабуда ну ладно сейчас мы будем обедать и посмотрим что у нас там вышло и так мой обед подошел к своему завершению готова теперь заправляю майонезом без майонеза я никуда мог бы мог я забыть ложку инструмент свой но майонез никогда я не забуду потому что без майонеза практически моя жизнь не сладко заправляю все это майонезом и все мой обед готов быстро очень просто что-то сегодня нахожусь в очень месте таком где народу очень мало бывает вообще только колхозники но сегодня за спиной просто трасса я не знаю куда все люди едут причем разного региона туда-сюда туда-сюда некоторые даже по несколько раз непонятно что это ну все сейчас мы попробуем свое дело будет она употребляться или нет все хорошо льется довольно-таки заварилась все аккуратно всех классно выкрутился из ситуации мотайте на узк жизни может все пригодится в данном случае вот так вот я выкрутился из этой ситуации легко и просто ладно обедаем я хлебушек и снова может я поменяю место дислокации съезжу отъеду вернее немножко отъеду метров наверно на 200 в конец деревни на один шурф посмотрим что там у нас получился там шурфили находки были хорошие так что вернусь и разработаем может или продолжу очередной так что смотрите итак ребята решила закончить с этим шурфом покажу что я здесь поднял из этой ямы из этой мусорки очень многие керамики впервые вот такую встретил это крышечка от горшочка вот в общем очень много керамики такое ощущение к вот здесь действительно что-то сделали гончарка здесь наверное было вот видите так понимаю при обжиге появился такой дефект пузырь и его естественно выбросили то есть не эксплуатировали возможно вот здесь наверное был сброд ответить еще одна здесь пустота вот так что здесь наверное было на чарочка ну и все что я здесь поднял это вот такое количество смотрите говна конина колечки какие-то монеты какие я поднял они все с отверстием выбиты вот серебрушка тоже в общем вот такой отвесишь мурдяка сегодня поднял и единственный зачетная вещь которая сегодня удалось и земли вытащить это вот такой зачетный крест штурвальчик просто народе называют его еще вот такая вот вещица видно мастер порвал веревочку обронил и затерялась среди вот этого всего говна ну ладно с монетами я сегодня вообще никак одни бракованные дефекты и вот так вот у меня сегодня закончится наверное день ну ладно продолжаем так ребят сижу я вот здесь вот тишина полная но тишина ненадолго я снова сейчас окажусь свидетелем большой охоты приехал я на бобровое озеро посмотреть как бобры здесь поживают плохо поживают пересыхает все возможно после я вам покажу как все сохнет жара говорю было очень сильно в этом году дождей не было больше месяца вот температура достигала свыше 40 и вот сейчас вот охотники в ожидании сейчас начнется пальба так что я решил не искушать судьбу стоять под выстрелом у меня как раз на бугре мало ли какая шальная пуля может оказаться он уже утки полетели хотя еще команда пошло все пошло 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 вот сейчас вот бедные уточки и поднимутся вон орел поднялся к верху он утка пошла пошли смотрите сколько их пошло одну сбили или сейчас вторая партия уток пойдет некоторые утки умные просто так они вот он еще пошли об вторую сбили хорошо сбили между прочим о по меня дробью осыпает представляете вокруг меня наверное штук восемь дробина упала вот здесь вот и он там вот офигеть но эти дробины пошли просто сверху вниз наверное не в мою сторону чуть не зашиба у меня но это не все стрельба еще будет вон уточку гонит тоже сбили сбили ну я думаю на этом и все сегодня не особо охота получилась постреляли чуть-чуть и утки наверно сегодня не особо ну ладно ладно ой утку в мою сторону летит надо пилить опа сбили видели сбили 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 утку сейчас я буду первой наверное и возьму он пес побежал за ней он пес побежал вон туда вон нашел до а подыми к верху вон товарищ уточку поднял не успел я подойти к удочке думал сейчас вздыхание и последний опа на а еще одна блять сука летит зараза надо прятаться блять это сейчас зашибут были на 5 дурок слышите дробь валится в мою сторону 5 ну наверно штук 5 то они сегодня сбили вот это бахнула я не знаю чего это стреляет фигасе бахает там это в конце озера ну ладно все интересное заснял здесь больше в этой части озера палить не будут ну ладно вот так мы попадаем и на рыбалку и на охоту хотя едем мы просто покопать но бывает и такое смотрим и так день у меня продолжается шмурдяка вот из этой ямы вытащил вот такой вот кусок колокольчика поддужного и на колокольчике по венцу имеется надпись надпись вот такая вот не знаю что написано это нужно чистить ну присутствует буквка ядь вот на ее отменили в семнадцатом году так что кусок колокольчика до революционный древняя находка ну ладно будем наверное заканчивать все же поднял я еще кое-какие шмурдятины поднял пряжку непонятного рода вот сижу в таких вот кустах мечта наркомана вот они шишечки вкусные коноплинные ладно продолжаем поднял я ребята вот такую монету вот и вот на отпечаток вот он отпечаток только что снимал ее болтал болтал все хвастался что монета наконец-то у меня первое за сегодня в очень хорошем состоянии 1916 года в очень таким бодром сохранить но оказалось что я камеру просто-напросто не включил и сейчас приходится повторять то что я сказал сейчас конечно уже не подберу те слова красивые которые я бормотал но все же монету в очень хорошем состоянии ее даже чистить не надо просто водичкой протереть и патина смотрите такая шоколадная классная то есть ее не надо ничего с ней делать просто помыть почистить водичкой щеточкой зачетная первая зачетная монета сегодня были две монеты ужасного состояния с дырами 20 копеек серебряная там еще пятнашка вот и вот этот зачетный монет конечно отправляется в коллекцию врат очень рад между прочим сигналы копая все цветные в основном сегодня у меня показывает поводы 82 83 я все же их копаю но все сигналы были ржавые и сейчас вот был сигнал 85 86 и я про себя бормочал говорил то что ну если это не монета тогда что что и вот на срезе появился в земле вот так вот гурт я прямо обрадовался вижу что гурт рубчатый и я сразу понял что это монета ну и я конечно рад этому ладно продолжаем продолжаем смотрим итак ребята все заканчиваю я хочу показать напоследок вот такая пряжка непонятного рода она железная подскажите что за пряжка были свое время из железа не могу понять рисунка нет никакого даже после чистки ничего нельзя будет определить вот такая же пряжка возможно школьная но не знаю могу ошибаться сейчас напоследок здесь еще будет стрельба говорят при подлетели утки еще стая сейчас опять начнут подождем посмотрим итак ребята иду я вот к бобрам и на дороге здесь вот увидел какой-то предмет интересный предмет похоже на какое-то животное сейчас я хочу посмотреть что за животное сдалека мне казалось что это какая-то собака или что-то в этом роде но когда начал подходить ближе увидел довольно таки свежие следы вчерашние наверно после дождя какая-то тварь извините меня заворожен тварь грубо говоря прям специально наехала на него ехала по дороге и свернула в сторону и наехала вот на такое замечательное животное это у нас по ходу барсук не часто их увидишь этих барсучков но какая-то тварь наехала и убила животное жалко обидно конечно досадно но такие вот у нас твари имеется все-таки а сейчас я пройдусь к речке и посмотрим как там у бобров дела увидим мы их сегодня или нет конечно это будет очень и очень интересно редкая бобров здесь вижу но все же иногда встречается сейчас посмотрим вот как вы видите прошлый раз если вы следите за моими видео вот эти вот деревья они еще у нас не были в воде в данном же случае у нас здесь уже вода здорово прибавилось раньше мог пройти он туда дальше сейчас кстати попробуем пройти посмотреть может увидим на самой плотине бобров ой в воде прям что-то живет раньше редко здесь ой увидите что здесь творится прям жизнь жизнь какая-то да бобровое озеро приобретает жизнь и очень много ой подо мной вот этот вот насыпь уже настолько мягкой так ощущение что она скоро уйдет под воду очень мягкая блин змеи сейчас здесь очень много здесь в основном у нас гадюки раньше я проходил он туда сейчас уже невозможно невозможно ну ладно я думаю здесь ближе к плотине а подойти не смогу уметь и даже здесь вот они как-то поднастроили видно что это не искусств не искусственное сооружение делали грязевую такую насыпь чтобы вода не шла туда и естественный вон видите он там прям здорово видно такие грязевые и из кусков древесины сделано раньше здесь вот этого не было когда последний раз я был и в основном плотина была там сейчас же плотина вот ведь как разрослась работают наши друзья товарищи копают роет сооружают ну а так ладно итак ребята решил я заснять все-таки бобровую конструкцию с другого ракурса обошел с другой стороны стою я по колено уже в воде рискую своим как говорится не здоровьем а жизнью может быть меня и засосет за ты это трясина раньше я говорю здесь можно было проходить и вот они вот на таком вот уровне вот стою я на твердой почве и а вот этот уровень воды которые бобры уже понастроили грубо говоря по моим фаберже находится этот уровень вот здорово здорово просто напросто как вы видите ручей такой уже появился не просто ручей а какой я горский водопад водопаде к у них организовался но бобров я к сожалению не вижу не вижу бобров ничего вот такая здесь вот позади трясинка небольшая вот немножко засасывает надо отсюда сваливать ну я вам показал многие наверное не видели конструкции бобров но в данном случае вот такая вот у нас конструкция и так нам нужно перебраться на ту сторону сейчас мы будем переходить в брод там он скорее всего мелко здесь чуть глубже наверное колен будем переходить сейчас на той стороне должны быть находки почвы у нас здесь каменистая так что не провалишься не особо глубоко кстати между прочим в этом месте где я с вами перехожу очень часто переходит животные здесь очень много животных большое количество копытных рогатого скота здесь всякого животного кабанья много косули в общем много здесь живности различного рода даже с которым я лицом к лицу сталкивался на так ладно перешли мы бродик от небольшой дальше в путь и так ребят закончу освоить сегодняшний коп прокопала сегодня в одиночку он летит аист сожалению не застанет стрельбу которую сейчас будет вот накопали мы сегодня всякого рода шмурдяка все вы видели из ценного что я поднял сегодня это крестик штурвальчик вот похожий на пропеллер но что-то два в одном и одну царскую монетку 1916 года две копеечки николай второй основной масса находок у меня шмурдя не просто шмурдя какая-то лабуда полная конины кусочки всякого рода от всяких изделий вот колокольчики там какие-то непонятные еще предметы вот все вы видели все я в куче даже отдельно не стал рассматривать в общем ерунда всякая видео у меня получилось какое-то непонятное был были эпизоды шурфа были моменты где я ходил просто по полю в общем сляпал то что было в принципе ничего такого хорошего у меня сегодня не было похвастаться нечем даже обзор не буду делать в общем видео все-таки состоится пусть и без находок хороших но все же сенсацию меня давно уже не было вот так что видео я наверно как иначе и назову вроде того как лабуда полная ну как-то в этом роде ну на этом я закончу не буду дожидаться я пальбы охотников как сейчас результат будет у них я вот и смотрите мое видео подписывайтесь ставьте лайки хоть вам и не нравится но поддержите мой канал подписчиков у меня сейчас очень медленно очень медленно набирается потому что все кто заинтересованы были подписались вот больно я не афиширую свою свой канал что есть то есть ну а так обязательно комментируйте если вам что-то как-то нравится не нравится но обязательно отпишитесь хоть плюсик поставьте для поддержку моего канала так что смотрите следующее видео я думаю будет когда-нибудь у меня что-нибудь интересное ну в принципе и бывает у меня интересно действительно самого даже иногда радует находки которые подымаешь земли вековой давности ну и весьма весьма ценный но так смотрите подписывайтесь на канал и ставьте лайки дизлайки как вам угодно все пока дизлайки как вам угодно все тоже хорошо дизлайка как вам угодно все прошли другие как вы Продолжение следует...